ВОЛОВОЙ ВНУТРЕННЫЙ ПРОДУКТ ВОЛОВОЙ ВНУТРЕННЫЙ ПРОДУКТ В открытой экономике, то есть в экономике, взаимодействующей с другими странами, наши факторы производства могут работать не только на территории нашей страны, но и где-то за ее пределами. Вот смотрите, я вот тут зелененькими точками условно показал российские факторы производства, которые работают где-то за пределами России. Ну допустим, где-то работает наш гражданин и получает заработную плату. Откуда-то россияне получают дивиденды, откуда-то рентные платежи, какие-то еще виды факторных доходов, то есть вот доходов, которые получают факторы производства. С другой стороны, на территории России получают свои доходы иностранные факторы производства, иностранные работники, иностранные капиталы и какие-то другие иностранные факторы. Соответственно, если ВВП характеризует производство на территории России, то ВНД, воловой национальный доход, это доход, полученный россиянами, российскими факторами производства. Не важно, где этот доход получен, на родине или за ее пределами. Соответственно, для того, чтобы перейти к ВВП, к ВНД, мы должны, во-первых, добавить все доходы, полученные россиянами, за территорию России. Они не входят в ВВП, но это доходы россиян. А с другой стороны, мы должны вычесть доходы иностранцев, полученных на территории нашей страны. Они входят в российский ВВП, связанные с производством на нашей территории, но эти доходы нам не принадлежат. Соответственно, из нашего национального дохода мы это вычитаем. Вот, неформально говоря, у нас получается вот такая формула. Валовый национальный доход, это ВВП плюс сумма, вот это значок сигма, это сумма, всех доходов российских факторов производства за рубежом, минус сумма всех иностранных доходов на территории России. Насколько сильно отличается между собой ВВП и ВНД? Допустим, для Северной Кореи, которая отделяет практически от всех остальных стран, что называется, железный занавес. Как вы видите, отличие составляет 0%. ВВП и ВНД для КНДР практически дождественны. А вот если мы возьмем, допустим, республику Чад, мы увидим, что воловой национальный доход в ней значительно меньше, чем воловой внутренний продукт. То есть, на территории Чада идет производство, но часть доходов от этого производства достается иностранцам, грубо говоря. И наоборот, если мы посмотрим на такие страны, как США, Германия, Япония или Таджикистан, то там воловой национальный доход больше, чем воловой внутренний продукт. Ну и в случае, допустим, Японии, это явно связано с тем, что японцы получают доходы не только на своей маленькой территории, на своих островах. Японцы получают доходы еще и из-за рубежа. Потому что за рубежом находятся, допустим, японские автомобильные предприятия, которые приносят японцам дивиденды. Я не думаю, что очень много таджикских капиталов находится за пределами Таджикистана. В данном случае, мне кажется, что это доходы трудовые. Получается, что доходы граждан Таджикистана могут быть получены не только на территории страны, но и за ее пределами. И за счет этого воловой национальный доход Таджикистана, как вы видите, очень здорово превышает его ВВП. Отличие ВНД от ВВП может меняться во времени. Вот посмотрите, с 1980-х годов постоянно ВНД Японии растет относительно ее ВВП. Особенно сильным было это отклонение где-то в начале 2000-х годов. Видите, красная линия рванула вверх. То есть, в этот момент очень большую часть доходов японцы получали не на своей территории, а где-то за пределами Японии. Правда, когда начался мировой финансовый кризис, многие японские капиталы вернулись обратно на родину. Вот видите, красная линия пошла вниз, но в целом вот есть тенденция в том, что японцы зарабатывают больше на всем земном шаре, а не только на территории своей страны. КОНЕЦ КОНЕЦ